Уважаемые телезрители, данное видео является официальным обращением в защиту домашних животных. Ежегодно количество брошенных кошек и собак, домашних кошек и собак, увеличивается. На это существует ряд причин. Животное старое, животное больное, животное незапланированное, животное надоело или еще ряд причин, о которых мы не будем говорить в этом видео. Ибо самое главное, это то, что животное по итогу оказывается выброшенным. И зачастую люди выбрасывают своих питомцев, домашних кошек и собак далеко не возле своих домов. Возможно, люди выбрасывают где-то в городах, но здесь в городе еще есть возможность животному кое-как выжить. Его могут забрать в какой-нибудь приют, его могут стерилизовать, его будут кормить сердобольные люди. Но это случается далеко не со всеми животными. Подавляющее большинство животных вывозится за пределы проживаемой зоны. Это леса, лесопосадки, обычные посадки, а также дачные поселки, где причем вывозятся даже маленькие животные, кошечки и собачки. Люди находят их просто, идут по ягодам или просто прогуливаются в лесах и находят этих несчастных животных. Таких историй достаточно много. Одной из таких печальных историй является то, что люди выбрасывают своих домашних питомцев именно на дачах. Туда они их завозят и, к большому сожалению, эти животные, как правило, не имеют шансов на выживание. Во-первых, они домашние, они не приспособлены к жизни вот в таких вот суровых условиях. Во-вторых, в дачных поселках зимой мало кто проживает. Где им добывать пищу? Где им добывать пищу? Собаки, огромные собаки, как правило, сбиваются в стаю и начинают охотиться на мелких собак и съедают их, потому что есть нечего. А также охотятся на котов. К тому же, существует еще проблема, что люди оставляют в своих домах на дачах, травят крыс. И крысиный яд, который убивает мышей и крыс, этих, собственно, мышей и крыс стараются и поедать, и те же собаки, но в основном это делают коты. Поэтому у животных, как правило, нет ни малейшего шанса выжить. Единицы, единицы выживают в таких условиях. И мы знаем об этом не понаслышке. Поэтому есть масса способов, куда девать таких животных. Самый простой способ, мы все живем сейчас в мире информационных технологий, это дать объявление и постараться среди своих знакомых. Объявление можно развешивать, объявление можно давать в интернет. Кстати, через интернет очень хорошо продавать, конечно же, или просто раздавать этих животных. Просто раздавать. У меня моя дочка, например, за буквально неделю раздала вот так вот 7 новорожденных котят. Поэтому огромнейшая к вам просьба все-таки находить какие-то способы и подумать о том, что... Поставить себя просто на место животных. А что, если вот вы так же с вами вот так бы поступили и выбросили бы вас на улицу, и вы оказались бы там в лесу без каких-либо средств существования. Это очень жестоко, к большому сожалению, у нас это в нашей крови, но все-таки в нашей крови есть еще такое, как разум и милосердие. Будьте милосердны, прежде всего, к животным, ну и, конечно же, друг другу.